Приветствую всех на канале Привет Я Индия. Сегодня выдался прекрасный денек и мы с подружкой решили зайти в торговый центр и немножко погулять. Кроме всего прочего, мы решили зайти в магазин под названием DIY. Что в переводе значит сделай сам. В этом магазине продают товары для дома и сада, стройматериалы, товары для хобби и рукоделия. Этот магазин открылся у нас совсем недавно. Я была там только один раз и то очень спешила. Поэтому решила зайти и посмотреть, что же такого полезного и интересного есть в этом магазине. Мы опять с Людой зашли в этот магазин DIY. Сегодня мы посвободнее, поэтому можно кое-что спокойно посмотреть. Она без мужа, а я без ребенка, потому что у меня ребенок тоже не дает ничего смотреть, всегда спешит. У меня это, конечно, собачий какой-то отдел. Смотрите, даже для собачьих какашек пакетики. Хотя я не думаю, что кто-то здесь в Индии их, они обычный мусор не убирают, кто там собачьи какашки убирают. Это вот все для собачек, видите? Вот то, что вам нужно для Гучика, видите? Всякие вот расчесочки, вот эти вот лопаточки, намордники даже, смотрите, сколько всего. Ну, мне, конечно, собачьи неинтересно. Как крючок рыбы для рыбы? Может быть... Да, да, фишнхук написано для рыбы. Вот это тоже для рыбаков тоже, Люд. Видите? Даже для рыбаков тоже. Ну, мне интересно больше на этой что-то стороне для собак. Для собак меня не интересуют. Всякие трубочки. В последнее время даже вот такие вот из стальные, чтобы не одноразовые, такие даже появились в продаже. Всякие тоже лопаточки, всякие щипчики для еды. Мне сейчас этого всего не надо. Ножей сколько много. Дерочку, думаю, вот это такое не бывает. А смотри, они наоборот прикрутили ее. А, не... Потому что вот так вот получают. Ну, не отсюда же. Видишь, лезвие туда сметаны. Мне, кстати, доску надо. Вот, если я найду, я доску здесь куплю. Камушки, вот смотрите, разные тоже для дома, для украшения. Доска деревянная у них, а тут там заражается. Ну, да, мне вот многие тоже люди и написали, и оно действительно, Люд, правда же. Снимать видео, знаешь, как... Нет, не из-за видео, Люд, не из-за видео. Когда ты режешь на пластике, пластик ножом ты отрезаешь, и оно попадает тебе в еду. Поэтому, ну, это маленький, вот неплохой, но маленький. Так, мы-то тоже вникать не имеем. Очень маленький, Люд. Ну, да, я так понимаю, что на этом резать. Ну, это очень маленький, ну, куда? Если брать, то уже, конечно, побольше. Не знаю, ну, вот это очень маленький. Триста восемьдесят шесть, а этот сто одиннадцать. А я не знаю, это действительно... Да, катенборд вообще-то написано, Люд. Катенборд, пластик или какой-то? Это не пластик, это бамбу. Все-таки, а бамбу? Да, это бамбу. Бамбуковый. А бамбуковый, кстати, он более такой прочный. Прочнее, чем этот. Кстати, можно взять попробовать, Люд. Так, для... Сколько он будет? Потому что... Недорогой, сто одиннадцать. Возьму, попробую. Потому что деревянный тоже его... Деревянный тоже он режется, Люд. Деревянный он постепенно-постепенно тоже режется. Вот эти все, видите, вот такие тоже прикольные, как у меня, но... А что тут? Ну, потихоньку, Люд, все портится. Ну, я возьму, попробую, во всяком случае. Посмотрим. Вот я и нашла себе хоть что-то полезное. А то думала, зря зашла. Так, иду я в другой ряд, потому что тут что-то набежало людей. Кстати, хочу этот... Для... Половую тряпку пойти купить. Вот этот такой, из микрофибры. Пойду посмотрю. Пойду посмотрю. Ну, вот надо брать тогда тачку себе. А раз я уже начала себе что-то покупать. Ну, неудобно ее везти. Ой. Мне. Неудобно ее везти. Если одну что-то брать, так мне проще в руках. Ну, это все мне здесь не нужно. Кстати, у меня тоже есть такой... Это называется портебл. Такой маленький фен, маленький. Есть у меня дома. Я подарила своей помощнице. А он, между прочим, немало стоит. Девятьсот пятьдесят. Вот так. Я взяла и ей подарила. Думаю, пусть берет. Может, ей больше понадобится. Сейчас посмотрим здесь. Мне нужна половая тряпка. Я последний раз отсюда забрала. Тряпки для пыли. Для машины. Очень хорошие были. Прямо по качеству. Хочу попробовать большую крупную тряпку для пола. Посмотрим, что здесь. Ну, это тоже для машины. А мне бы вот для пола. Не знаю. Ну, это тоже как бы для машины, но она такая крупная. Можно взять попробовать одну штучку. Но не такие, не дешевые. Одна штука триста двенадцать рупий. Не знаю. Такую, как половую тряпку, можно попробовать взять. Такая достаточно большая. В принципе, размер. Размер тут должен быть написан. Размер тут должен быть написан. Но я просто его не вижу, к сожалению. Не знаю, не вижу я размера. Да, да, есть, есть. Пятьдесят восемь сантиметров на семьдесят восемь сантиметров. Как бы немало. Ну, вот можно попробовать. Вот эту взять для тряпку для пола. Возьму все-таки. Мои помощницы очень понравились. Вот именно таким и вытирать пыль. Вообще здесь очень много всяких прикольностей. Я просто толком даже не посмотрела, потому что Янка мне тогда не дала. Вот смотрите, вот это как раз вот эта вот ракетка от комаров. Причем разных вот вообще размеров и по цене совсем разные. Вот здесь, например, тоже у меня есть то, что мне нужно. Вот то, что я давным-давно искала. Это вот дор сил. Вот внизу, чтобы никакие насекомые не попадали, пыль, чтобы не попадала. Я бы купила прямо сейчас, но у меня, к сожалению, нету точного размера моей двери. Это я приду в следующий раз. Обязательно здесь куплю. То есть мне эта вещь очень нужна. Я давным-давно ее очень уже ищу. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Я уже, кстати, взяла тачку себе, потому что уже вещей набрала кое-каких. Вот такая брызгалка мне тоже нужна для цветов. Опрыскивать от всяких жучков, паучков. Поэтому даже не знаю, вот такую взять или вот такую взять. Это она и дешевле, попроще. Даже я не знаю. Ну, правда, и качество такое себе. Пойду дальше. Всякие вот такие роллы для покраски. Столько всего интересного вообще. Очень много всего. Это что такое? Ага, это такое в виде руки для сада. Это для сада. Ну, это все у меня есть. Смотрите, какая, как детская. Да, да, это для деток и есть написано. Ну, у нас деток, занимающихся именно садом, нет. Ух ты. Ой, класс. Топорик такой, вы смотрите, какой классный вообще. Я, кстати, раньше искала такой топорик. Сколько же он стоит. Не вижу почему-то цены. Интересно. Цена 690. Такой для мяса. Хотя мясо мы сами не разделываем. Даже если мы покупаем мясо, его нам режут на мелкие кусочки. Так что разделывать как бы не нужно. Как бы и не понадобится. Здесь тоже вот всякое-всякое разное. Вот перчатки для работы в саду. Или просто для работы. Чтобы не натирать руки. Или чтобы не вымазывались руки. Вообще классный очень магазин. Я в прошлый раз здесь ходила, ходила. Но моя Яна так меня торопила, что я толком вообще ничего даже рассмотреть не смогла. А сегодня у меня прямо открылись глаза. Сколько здесь всего вообще интересного, нужного. Можно вот такие вот экибаны всякие составлять из цветов. Прям вот листья такие. Но пока у меня нету такой вазы длинной. Я давно присматриваюсь, если честно. Давно присматриваюсь. Вот и не знаю для чего. Вот и не знаю для чего. Вот хочется что-то такое купить, но ни разу что-то вот не понравилось. Чтобы прямо вот купить. Не знаю даже. Вот эти розы неплохие. Такие прикольненькие. Одна штучка. Вот такая одна ветка. Стоит 390 рупий. Как бы не дешево. То есть если делать такую экибану, то это будет не меньше тысячи стоить. Как бы выйдет не меньше, чем на тысячу. А нет, смотрите, это вот одна такая стоит. Нет, ну там какая-то есть одна, а какие-то вот 3 листочка. 3 листочка 300 рупий. 324. Ну то есть так. Здесь тоже 3 листочка. Такой букетик можно составить. Вверху еще есть в горшках, смотрите. Поставить вазу. Просто вот для таких вот круглых ваз. Вот эти вот как тюльпаны, видите? А я, Вера, даже никогда и не смотрела. Оказывается, вверху такие вот красивые есть. Для маленьких вазочек. Ну вот здесь вот всякая посуда, сковородки. Вот молоко кипятить. Там чай готовить индийский. Видите? Всякие вот такие формочки. Допустим, яичницу делать. Это вот для индийского чок. Это называется поджарить. Когда просто зиру или горчичные семена. Просто блюда добавить. Это вот сковородка, на которой тава называется. На которой мы делаем параты или роты. Это вот тоже в форме таких вот. Как маленьких. Ну это все у меня есть. Это все у меня есть. Вот такие вот еще и сковородки стальные. Ну очень тонкие. Встали все очень быстро горит. Поэтому. Мне, например, стальная посуда не подходит. Мне не нравится стальная посуда. Может быть она. Может быть она и не вредная. Но жарить у нее как-то тяжело. Именно для жарки я имею ввиду. А индийские блюда, они более такие жареные. Конечно же. Здесь все для тортиков. Всякие формочки. Для кексиков. Для выпекания. Если вот для вечеринок. Для каких-то красивых. Я, кстати, в прошлый раз отсюда забирала что-то для кексиков. Вот такие, по-моему, кольца забирала. Чтобы. Иногда печенье готовлю творожное. Кстати, давно не готовила. Вспомнила. Нужно приготовить творожное печенье. Такие вот формочки для льда. Но все. Все пластик. Конечно. Вот это вот смотрю. Это называется кулинрек. Сказано. Что на нем что-то охлаждать. Но что на нем охлаждать пока не понимаю. Вот эти, кстати, штучки очень классные. Не знаю, вы пользовались или нет. У меня такие. У меня такие есть набор. Это называется силиконовые крышки. Интересно, сколько здесь стоит. 280. У меня 6 штук. Да, да. Здесь такие же. Это вот когда можно натянуть на любую посуду. На ту, у которой особенно нет крышки. Очень классная штука, кстати. Я пользуюсь. У меня есть. Очень классная штука. Я смотрю, здесь тоже вот всякие такие органайзеры. Только еще больший размер. Этот вообще такой большой. Ух ты. Класс для больших таких шкафов. Но, кстати, у меня есть несколько. Очень удобно получается. Туда очень много влазит. Ну, это для белья. Это для вот такие органайзеры в шкафы. Для всяких вот шарфиков. Вот. И это именно тот, который нон-слип. На котором не скользят шарфики. Такое. Идем дальше. Тоже вот здесь всякие вот такие вот интересные. Для шарфиков. Интересно, сколько 167 рупий. Можно для шарфиков. Можно для какого-то украшения, например, тоже. Интересная штучка. Здесь вот всякие маленькие крючочки, прищепочки. Все это мне не нужно. Здесь вот гладильные доски, сушилки. Гладильные доски, я вижу, очень-таки маленькие по размеру. Маломерочки. Это тоже вот такая маленькая, совсем маленькая гладильная доска. Смотрите, очень маленькая. Вот здесь вот разные-разные полочки для ванн, для кухонь. Видите, такие углы. Кстати, неплохого качества. Такие довольно-таки прочные. Довольно-таки толстые прутья. Есть вот такие. Вот эта мне понравилась. Неплохая. Но у меня места нет. Она очень такая, достаточно большая. Места у меня нету для таких больших. Вот здесь, я не знаю, вы видели, когда-то вот есть для стаканов такие даже подставочки. Мыть стакан и сюда сразу ставить, и будет стекать вода. Видите, вот такие тоже. Это все для тарелок. Я давно себе ищу такой рэк для тарелок, для кухни. Чуть побольше мне нужно этого размера, но с поддоном. Я никак не могу найти. Это очень большой. Это очень большой. Никак не могу себе найти такого, какую я ищу. Идем дальше. Здесь у нас разные коврики, скатерти на стол. Потом вот такие вот для стирки всякие. Вот такие вот мешочки. Я прошло разобрала, кстати, отсюда. И очень осталась довольна. Правда. Размер такой приличный. И главное, что он не расстегивается. Потому что главная проблема в застежках, когда вот застежки расстегиваются. Походу, как стираешь, часто у меня расстегивались застежки. Так думаю, это детские всякие коврики. Интересно. Такие, такие всякие. Мне нравятся больше вот такие вот, знаете, как раньше были обычные коврики. Ну, это все, конечно, это все, конечно, очень нежное, очень такое мягенькое, приятненькое. Даже я не знаю, на пол можно ли такое стелить в Индии. В Индии, наверное, нет. В Индии, наверное, такого на пол не постелишь. Жалко. Вот это вот возле ванной. Такой коврик, кстати, вообще цена смешна. 139 рупий. Такие вот. Такие вот возле ванной. Кстати, есть прикольные вещи. Сюда можно приехать, скупиться. Но сейчас у меня просто вот все есть абсолютно. Такие вещи мне не нужны. А вообще прикольно. Такие вот возле двери коврики. Мне вот такие вот нравятся. Вот такие вот. Абсолютно простые. Хорошо впитывают воду. Сколько стоит? 310 рупий. Например, особенно возле ванной. Для ванной. Просто у меня сейчас есть, но вот испортятся. Можно будет прийти купить как раз вот эти вот. Это всякие, я так понимаю, в шкафах вот эти вот простилать клееночки и так далее. Нет, и клееночки, и просто бумага упаковочная. Видите, разные вот внизу тоже. Я не понимаю, может быть даже это обои какие-то клеющие, судя по дизайну. Тоже интересные такие. Такие вот дастеры тоже есть, которые я заказывала онлайн. Сюда можно теперь приходить покупать. Такие, кстати, щеточки разные. Тоже прикольные увидела. Вот я не знаю, стоит ли купить, попробовать. Видите, вот такая, такой скрабор для сковородок. Большое масло. Тоже интересно. Вот эти я даже не знаю, купить, не купить, попробую. Такие прикольные они. Вот здесь то, что я люблю, вещи для декора. Эта штучка прикольненькая такая. Повесить на стену и что-то поставить. Но свечи у них дорогие, сразу скажу. Именно свечи я еще в прошлый раз заметила, что очень дорогие. Так что свечи дешевле покупать в другом месте. Здесь всякие вот картины. Подарочки. Вот здесь вот есть подарочки. Всякие копилочки. Смотрю, вот тапочки всякие прикольненькие есть. Я люблю такие. Вот эти королева, королева. Видите, какие кто любит такое всякое. Здесь тоже вот сколько тапочек. Выбор такой достаточно большой. Ну, класс. Полотенечко разные. Салфеточки такие мягусенькие для деточек. Вот такие вот тонкие катончик вообще. Такие мягенькие. Бог ты мой. Вот здесь тоже по стуру пи штучка. Очень мягенькая. Вот ее потрогала. Боже. Ну, прям для деточек такое вот купить. Вот это тоже для деток. Ну, очень мягенькая. Вот и все мои скромные покупочки. Вот такой чехол для ложек купила. Ну, это маленький такой контейнер. Знаете, как что-то маленькое положить в холодильнике. Например, перед чили или что-то. Взяла попробовать вот эту половую тряпку. Взяла из бамбука такую досточку нарезную для нарезки. И мне нужно было обрызгивать цветы. Вот это и все. Вот это и все.